Итак, следующий заказ я буду показывать с интернет-магазина Choice. Тоже очень много раз там всего заказывала. Предложили опять на обзоры, с огромным удовольствием согласилась. На этот раз заказ вышел на 150 долларов, но всего 4 вещи. Сейчас покажу почему. Итак, давайте начнем с самого хорошего, что мне понравилось с этого заказа. Это вот такая вот юбочка, расклешенная юбочка, чуть ниже колена. Идет такой цвет, значит она черная идет, и вот розово-лиловые цветочки. И сразу покажу сумку и эту юбку. Вот так вот я сейчас буду носить, потому что на этой юбочке есть такой же точно цвет, как сумка. Это вот такие вот листочки, вот они вот маленькие листочки, они идут желто-зеленого цвета. В общем идеально подходят к сумочке. Я когда посмотрела на юбку и сумку, все это заказывала в разное время. Вообще так удачно это все пришло. В общем вот. Можно эту юбочку носить, например, с черной рубашкой и с белым пиджачком. Или там наоборот с белой рубашкой и там с черным пиджачком. Такой плотненький материал. Здесь вот скользкий. Внутри вот у него получается вот так просто белая. Не просвечивает совсем. А здесь значит у нас вот так идет, а с задней стороны идет резинка по всей спине. И здесь вот еще замочек идет. Так. По размерам. Обязательно смотрите вот эти юбки, обязательно смотрите в талии. Подходят они вам или нет, потому что они все-все разные. А то кажется вроде юбки одинаковые, а размеры разные. Очень довольна эта юбка. Безумно она мне понравилась. Все хорошо сшито. Строчки ровненькие. Ровненькие. Застегивается хорошо. В общем, безумно нравится эта юбочка. Сейчас я покажу вам, что я заказала дорогое. Заказывала обувь в этот раз. Мне кажется, я на этом сайте уже заказывала. Когда-то обувь уже не помню. Так. Сейчас я покажу вам, что я заказала. В общем, я заказала натуральные замышевые босоножки. Они стоят примерно 100 долларов. В общем, был какой-то пик на ютубе, что все заказывали вот такие вот босоножки. Да, вот такие вот с веревочками, можно так сказать. Вот. И я туда же. Но я уже заказала. Почему их? Потому что каблук совсем другой. Девчонки в основном все заказывали на шпильке. Я увидела, что такой вот есть широкий каблучок. Я люблю такие вот устойчивые каблуки, но он не сильно широкий, но устойчивый. В общем, на ножке очень смотрится хорошо. Устойчивые они. Ничего нигде тут не лезет. Единственное, что запах, конечно, есть, девчонки. Я не могу понять, почему. Вот замша натуральная написана. Здесь вот так, в общем, завязочки. В общем, устойчивый каблук. Немножко хорошо стоит, комфортно в них. Но запах у них есть. Да, сейчас просто на балкон унесу. И пускай они там у меня опроветриваются. В общем, вот так. Размер, кстати, я заказывала. Сейчас скажу про размер. Размер я в этот раз заказывала. 41. Это не значит, что у меня нога. 41. У меня 39 размер нога. Раньше была 38,5. Сейчас 39. В общем, немножко, может, подпухла с возрастом. В общем, заказываю. И заказала 41. Потому что я когда-то заказывала обувь 40. У меня размер был. Мне кажется, ботинки я заказывала. Они жмут. Они жмут. Сейчас вообще их что-то не могу надеть. Поэтому я заказала 41 размер. В общем, где-то 40-41 нужно заказывать. Но не меньше. Если у вас размер 39, лучше конечко 41 заказывать. Кстати, обуви очень мало на китайских сайтах. Вот с таким размером 41 и 40. В общем, редко бывает. В основном до 39. Все. А тут нужно искать и искать. Коробка пришла не мятая. Все так аккуратненько сделано. Каждая босоножка была еще в такой вот тряпочке. В общем, все как положено. Да, размер 41 точно. Тут размеры написаны. В общем, тоже неплохие, симпатичные босоножки. Но воняют. Не знаю, пройдет эта вонь у них или нет. Детки у меня там дурят и дурят. Так, следующее. Кстати, вот так вот. Все приходит. Такие вот пакетики. Следующая вещь мне не подошла и не понравилась. В общем, это... Не знаю даже, как ее назвать. Блузка, что ли. Блузка, надо сказать. Маечка такая. Да, маечка. Во-первых, материал, мне кажется, галимая синтетика. Тянется она. Но получается, что вот здесь вот у нее уже какая-то строчка идет. Или просто немножко уже материал другой. Да, строчка идет. Нашла вот и строчка. Все. Она вот прошита вот столько. Это, наверное, знаете, на какой размер она... На... Там вроде написано было один размер. Это, наверное, на сороковой размер она подойдет, мне кажется. На сорок второй, я не знаю. Но здесь вот тоже никто, мне кажется, не пролезет. Потому что тут, не знаю, 30 сантиметров, наверное. 30-35 в длину. Мне кажется, кто тут войдет, она мне вот так. В общем, никак она на меня не налазит. И материал не особо такой приятный. Потому что, мне кажется, если летом в ней ходить, тут, конечно, все будет видно. Вот, когда подмышки домокнут, и здесь все это будет видно. В общем, такая вот кофточка. Так, в принципе, неплохо смотрится. Я ее думала, что я как раз ее заказывала вот к этой юбке за, чтобы вот так носить. Ну, не подошло. Ну, и ничего страшного. Так, и еще с этого же стаида я заказывала платье. Упаковочка, все хорошо упаковано. Вот эти вот бирочки. Сейчас я покажу вам платьишко. Тоже материал идет что-то типа ХБ. Сильно, девчонки, я не разбираюсь в этих. В этих тканях. Так, значит, вот такое малюсенькое, коротюсенькое платье. Шито вроде бы неплохо. И интересно, вот здесь вот рукавчик такой интересный сделано. Мне тоже родственники приходили, сказали, что очень интересное платьишко. Здесь такие погоны еще. Материал неплохой. Расцветка такая, ничего вроде бы. Но оно коротюсенькое. Во-первых, когда я его надеваю, у меня вот эта вот резинка, которая на талии должна быть, она у меня уже тут под грудью где-то. И поэтому за счет этого вот это все короткое. В общем, вот здесь надо было подлиннее сделать. Короткое, конечно, я в нем ходить не буду. Совсем никуда не пойду в нем. В общем, резиночка такая, в принципе, хорошая оставлена. Где-то тут немножко ниточки есть. Но так, в принципе, неплохо. Но это, девчонки, на ростовочку, сейчас скажу. Это вот если у меня меньше на голову кто-то будет. Сейчас скажу, мой рост 166. Вот иногда спрашивают у меня 166. И вот оно у меня совсем маленькое. Так, ну вот на этом сайте я все вещи вам показала. Так, давайте дальше. Следующий у нас будет обзор заказа с сайта Ромви. В общем, сразу скажу, что можно так сказать, что совсем неудачный заказ был. Во-первых, вещи почти все маленькие. И качество, в принципе, не очень понравилось. В общем, давайте все по порядку. Давайте, наверное, начнем с первой вещи. Заказывала я джинсовые шорты. Искала долго. Мне надо было заказать длинные шорты. Потому что в коротких я уже не хожу никуда. Прямо такие вот заказала. Я не знаю даже, что это такое. Я не знаю вообще, как это назвать тут шортами. В общем, они, в принципе, на меня налазят. Все нормально. Но резинка очень широкая и грубая. Они сами по себе. Такой плотный материал. Мне кажется, это не для лета предназначено. Потому что очень такой толстый материал. Толстая джинсовка. А здесь тоже кармашек. Я не знаю, со стороны, может быть, казалось нормально, когда я заказываю. Вот это все такие вот мохнаткие такие какие-то еще у них тут карточки еще какие-то. В общем, мне это все дело не понравилось. В общем, резинка тугая. Может быть, резинку переделать. Я не знаю. В общем, не понравились мне эти шорты. Наверное, я их надену. Так. Дальше. Платье пришло. Так. Вот такое вот платье. Вроде бы шифоновое написано материал шифон. Голимая синтетика, мне кажется. Короткая очень сильно. Рукавчик идет три четверти. Все равно летом, я не знаю, как на нем уходить, потому что тоже кожа будет, мне кажется, преть в таком платье. Потому что, видите, поголимая, да еще короткая она. В общем, размер это у меня тут XL. Размер XL. А шорты, кстати, я не помню, уже, мне кажется, самые большие заказываю. Сейчас уже шорты я заказывала. Не написано. А, L. Шорты L. В общем, платье. На картинке вроде бы ничего, но материал еще тонкий. Еще просвечивает. Вот, в общем, тоже мне понравилось. Ну, хоть все равно вид более-менее. Кстати, вот, я смотрю, тут вроде все ровненько прошито. Кстати, все очень даже неплохо и прошито, и отметано. Пуговочки на месте. В общем, все нормально, но вид какой-то, я не знаю. Так, следующее. Смотрю, уже выбираю вещи, которые сначала показать более-менее. Так, заказывала я вот такую юбку. Синтетика тоже. С задней стороны резинка. Тянется, в принципе, хорошо. В общем, я ее надела, но она мне впритык совсем. Можно так сказать, что она маленькая. Очень много, в принципе, материала. Это, мне кажется, юбка солнышко, да? Вот сколько материала. Так, здесь к этой юбке еще идет поясочек. Поясочек тоже не особо понравилось. Так, следующая вещь. Мне совсем тоже не подошла по размеру. Даже не сходится в талии. Это вот такие вот штаны голубые. Я их тоже хотела по дому в них ходить, да? Тонкая ткань. Не сильно просвечивает. Здесь, значит, внизу резиночка. Поясочек идет. Здесь вот уже поршито с задней стороны. Вот так, под коленом. Ну, в общем, маленькие они мне пришли. Карманы. В общем, вроде бы, так, вроде неплохие штанишки. Поясочек широкий. Что-то такое напоминает, как вот вареная ткань. Да, мне кажется, раньше в моде такая ткань была. Так, дальше платье. Сарафан, надо сказать. Заказывала размер. Размер, размер, размер. Один размер написан. Тоже, в общем, оно мне маленькое. В груди маленькое. Покажу. Значит, вот это вот вверх идет у нас. А здесь, во-первых, и пройма вот эта вот, да, для рук маленькая. Вообще маленькая. Так, с задней стороны тут идет у нас замок идет. В общем, вот так. Покажу его, потому что на себя мне его не надеть, потому что оно мне практически не сходится. Тут вот еще вот так сделано. Оно идет в пол. О, длинное. В принципе, материал приятный. Это шифон, да. Что-то напоминает шифон. Подклад. Обыкновенная подкладочная ткань, кстати. Более-менее. На ощупь она приятная такая, скользкая. Оно потеряло здесь так вот, в принципе, много. На лето, в принципе, можно походить в таком сарафанчике. Но мне вот оно маленькое. В общем, тоже, конечно же, я наносить не буду. Так, следующее. Я вообще не заказывала. Я заказывала белые шорты, но их не было. И они мне отправили вместо них, да, такие вот шорты черные. Вот, в общем, что-то типа, не знаю, тоже плотного шифона, не знаю. А вот, в общем, здесь этот, с задней стороны идет у нас резинка. Впереди, значит, тут просто застегиваются карманы и все. Здесь вот идут вот такие вот выточки. В принципе, по размеру оно мне и подходит. Карманы, кстати, есть. Но когда я надеваю, раз они мне в обтяжку, и только-только, а не только-только, вот это вот все вот так прямо поднимается, вот вообще-то порчится и вообще-то некрасиво смотрится. И материал такой, ну, сразу в нем спотешь. В общем, сити, конечно, такое не буду. Вот, в общем, это был у нас заказ с сайта Romwe. В этот раз было все неудачное. Дальше, следующее.